Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем очередной вебинар на проекте Директ Академия. Рады приветствовать всех пришедших сегодня на встречу. Для начала давайте проверим качество связи, хорошо ли видно, слышно. Так, плюсики уже без напоминаний пошли в чат. Спасибо, коллеги! И перед началом сегодняшней встречи по традиции небольшой анонс наших мероприятий и полезные ссылки. В начале чата, если вы подниметесь наверх, размещены четыре полезные ссылки. Первая ведет на расписание наших вебинаров на этот учебный год. Заходите, выбирайте, записывайтесь. Можно записываться заранее на те темы, которые вам интересны. Вторая ссылка ведет на видеоканал на YouTube, где выложены все записи наших вебинаров за все время существования проекта. Там уже около 600, наверное, записей, если не больше. И запись этого вебинара также будет представлена на этом канале. Для всех, кого интересует онлайн-обучение, рекомендую третью ссылку, которая ведет на страницу онлайн-курсов. 25 февраля начинается очередной курс на нашей платформе «Курс Елены Локтевой». Очень интересная тема. А также присутствует вообще весь набор курсов, которые есть на нашем портале. Появляется много новых, поэтому не забывайте по третьей ссылке знакомиться с новинками портала в области онлайн-обучения. Четвертая ссылка – это страница с условиями приобретения сертификата. Все, кому нужен сертификат, есть какие-то вопросы, сначала перейдите по четвертой ссылке, посмотрите. И если что-то непонятно во время вебинара, во вкладку «Вопросы» можно будет задать свой вопрос. Все сертификаты для присутствующих на сегодняшней встрече будут сформированы и выданы уже в конце нашего вебинара. И небольшой анонс предстоящих вебинаров, самых ближайших, на которые очень рекомендую обратить Ваше внимание. Завтра, 6 февраля, пройдет вебинар «Арт-терапия. Чувствую, вижу, слышу, понимаю». Вебинар проведет Ольга Кондратьева, врач-психиатр, клинический психолог, арт-терапевт и кандидат биологических наук. 7 февраля, послезавтра, Анастасия Пахарукова, наш, можно сказать, уже постоянный ведущий, методист лаборатории мультимедийных коммуникаций «Сила медиа» и руководитель медиа-центра «Вспышка» проведет вебинар «Основы типографики для создания презентаций». Тема важная, поэтому очень рекомендую. И 10 февраля Любовь Коршенинникова, кандидат биологических наук, сертифицированный онлайн-преподаватель, лауреат конкурса «Эд Кранч и Ворд» и руководитель магистратуры тьютерства в цифровой образовательной среде расскажет нам о том, как же овладеть иностранными языками, обучаясь на образовательных порталах. Вот такой неожиданный поворот сюжета. Тема очень актуальная, иностранные языки сегодня приходится учить многим, поэтому рекомендую ваше внимание обратить на этот вебинар. Ну а теперь в конце наших анонсов и полезной информации пришло время перейти к нашей сегодняшней встрече. И мы продолжаем тему, начатую нашим вчерашним спикером. Сегодня поговорим тоже о конкурсах, олимпиадах, но в основном уже для студентов, как научиться побеждать и как подготовить студентов к участию в этих мероприятиях. И у нас в гостях очень интересный спикер Илья Николаевна Дьякова, человек-практик. И я думаю, что сегодня она нам расскажет не столько теоретические основы, сколько поделится своим практическим опытом. Это всегда бесценно и всегда интересно. И давайте пригласим Юлию Николаевну к нам сюда. Юлия Николаевна. Добрый день, уважаемые коллеги. Юлия Николаевна. Все, передаю слово. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Немного волнуйся. Это для меня в таком качестве первый опыт, первый фебинар. Поэтому прошу простить заранее, если вдруг будут какие-то волнения. Давайте проверим звук. Пожалуйста, поставьте плюсики, если меня хорошо слышно. Так, а другие, все, все слышно? Так, спасибо большое за отклик. А минусы есть, если меня не слышно? Так, звук фонит. Давайте попробуем чуть-чуть убрать. У всех фон? Чуть-чуть тише, да, еще? Сейчас. Так лучше? Все, хорошо, спасибо. Рада всех видеть на вебинаре. И немножечко о себе я вот, ну, как бы кратко набросала, потому что могу еще немножко тише сделать. Вот таким образом лучше. Краткую информацию обо мне вы можете скачать вот в ресурсы, когда зайдете в папочку ресурсы. Здесь есть презентация, она идентична той, которую я сейчас буду показывать на вебинаре. Кратко о себе. Опыт работы в ВУЗе у меня порядка 22 лет. Сейчас попробую. Спасибо за подсказки. Так лучше? Вчера общались, было хорошо, да? Коллеги, ну, прошу прощения. Сейчас лучше звук? Просто не хочется мешать звукам. Спасибо. Преподавание учебных и финансовых дисциплин у меня опыт, ну, больше 22 лет. Со студенческими командами я работаю где-то примерно с 2005 года в рамках научного кружка по финансовому анализу и диагностике инвестиционных проектов. Ну, и за эти годы накопился, конечно, определенный опыт, которым хотелось бы поделиться. И очень хотелось бы обсудить с вами, какие проблемы есть у преподавателя именно в руководстве студенческих команд. Нужно ли это вообще преподавателям, может быть, студентам или в ВУЗу. И если вы обратите внимание кратко о моей сфере профессиональных интересов, то вы видите, что я именно в экономическом направлении. Поэтому, конечно, опыт руководства командами не в экономическом направлении. Но тем не менее, я думаю, что этот опыт интересен будет не только преподавателям ВУЗов, но и преподавателям техникум, потому что сейчас очень огромное направление различных студенческих, именно уже профессиональных движений. Прошу прощения, наверное, вот лучше у меня не будет. Я могу немножко тише сделать. Видимо, у меня просто голос громко. Вот так лучше? Уже на самый минимум поставила. Давайте попробуем провести вебинар ответов на вопросы, которые я поставила в анонсе. Это и есть, в принципе, краткий план нашего вебинара. И, предваряя все ваши остальные вопросы, я добавила еще один, где же все-таки искать информацию о конкурсах, олимпиадах, грантах. И у меня есть два таких ресурса, которыми я пользуюсь достаточно давно. Первый из них – это подписка на канале подписок, subscribe.ru. Коллеги, подскажите, пожалуйста, ссылки, удобно будет? Если в чат нужны ссылки, я могу эти ссылки разместить в чат, который на сайте. Давайте попробую кинем в чат, чтобы вам было виднее. Вот таким образом. То есть вот этот сайт RCA, он уже очень много лет создан. Я работаю с ним через подписку на почту, через канал subscribe, тоже очень многолетний канал. Я не знаю, уже, наверное, больше 10 лет я подписана на эту подписку. И из этой подписки сразу, не открывая сам сайт RCA, можно просто видеть перечень еженедельный конкурсов и грантов на определенную тематику. Так, ну вот со звуком. Не очень громко или не очень тихо. Тихо. Дальше. Второй ресурс. Это? Ну, у меня все остальное отключено. Давайте попробую еще подальше микрофон поставить. Немного тише. Ну, вот видите, прошу прощения, все-таки первый опыт. Он, как говорится, будет с ошибками в плане техническом даже. Итак, второй ресурс. Это сайт российских олимпиад. Он создан не так давно. Но если вы зайдете на этот ресурс, то вы можете увидеть, во-первых, сами выбрать направление олимпиад. Там не только экономическое направление, а все направления. И размещают все вузы. То есть здесь именно портал всероссийских вузовских олимпиад для студентов, бакалавров, специалитета, магистров. И вот эти вузовские олимпиады, я думаю, что вы, многие из вас знают об этом сайте. Можете поставить плюсики, если кто-то знаком и пользуется этим сайтом. Чтобы я видела, что у нас есть люди, которые используют эти же ресурсы. На этом сайте мы можем выбрать любое направление, любой вуз, но не всегда вовремя размещаются там олимпиады. Поэтому я, например, в конце презентации вам предоставила еще ссылки на те олимпиады, которых я не нашла на этом сайте. Но они точно будут уже весной. И какие еще ресурсы? На каких еще ресурсах? Ну вот два основных таких ресурса. Но кроме этого, все будет зависеть от того направления, которое будет вам необходимо, то есть ваше профессиональное направление. Это можно искать различные профессиональные сообщества по вашим дисциплинам, курсам, либо по профессиональным областям. Ну, например, я о своей области расскажу. Могут быть олимпиады от, допустим, от различных банков. Это Газпромбанк, Сбербанк. Это могут быть конкурсы, ну, допустим, Росгострах проводят постоянные конкурсы ежегодные. Либо, допустим, это какие-то профессиональные сообщества, например, профессиональное сообщество риск-менеджеров ежегодно проводят конкурсы. Либо Ассоциация профессиональных финансовых аналитиков, это уже международная ассоциация, о ней расскажу подробнее чуть позже, мы участвуем в этом конкурсе. Там ежегодная олимпиада по финансовому анализу, в которых участвуют ведущие экономические вузы мира, то есть не только России. И различных, очень много различных конкурсов в профессиональной деятельности. Ну, либо, допустим, если программисты, да, например, олимпиады компании 1С ежегодные по различным направлениям. Ну, например, вот в 2020 году скоро будет международная олимпиада 1С по выпрограммированию. Точно так же каждый из преподавателей может найти вот в той же подписке subscribe.ru различные свои направления, либо на сайте конкурсов всероссийских олимпиад. Как определиться, в каких из множества конкурсов в олимпиад лучше участвовать? Ну, я здесь привела, допустим, ссылки на олимпиады, которые будут в ближайшем будущем, или которые уже идут сейчас, и на каком-то этапе, допустим, студентов ждут приглашения в отбор в отбор в отбор. Коллеги, подскажите, пожалуйста, вот из этих трех ссылок есть ли для вас какие-то ссылки знакомые? Кто-то участвовал в каких-то из этих олимпиад? Меня слышно? Просто первый опыт, прошу прощения, пытаюсь с аудиторией, чтобы... Аудитория, поставьте, пожалуйста, плюсики, если не сложно. Не сложно. Если не участвовали, то я понимаю, что как бы не участвовали. Давайте кратко, я просто бегла, что это за ссылки, почему я их сюда вынесла. Я перейду сразу на следующий сайт, и потом вернемся к предыдущему. То есть, мои рекомендации, да, из моего опыта, как лучше выбрать олимпиаду, в которой вы будете участвовать. Ну, прежде всего, нужно найти, да, эти конкурсы, и для того, чтобы сравнить, в каком конкурсе или олимпиаде лучше для вас участвовать, ну, вот моя рекомендация ответить все-таки на три вопроса. То есть, цель вашего участия, ресурсы, и какой эффект вы вообще ожидаете от этой олимпиады. Вернусь теперь на предыдущий сайт, и просто сделаю обзор, ну, небольшой обзор, какие вообще типы олимпиад есть. В зависимости от того, какую цель вы преследуете, вы можете выбрать олимпиаду. Ну, допустим, Сейчас вот здесь вот эта ссылочка «Евразийский форум». Это международное вообще молодежное движение «Евразийский экономический форум молодежи». Организационным центром является Уральский государственный экономический университет в городе Екатеринбург. Ежегодный форум. Мои студенты, ну, где-то, наверное, в 2015 году участвовали в этом форуме. Ежегодно форум меняется, он развивается. И, ну, когда-то в 2015 или 2014 году, я сейчас даже не вспомню, потому что они ездили там без меня, они командой ездили, они презентовали бизнес-план по строительству многоярусной автостоянки. И в индивидуальном конкурсе моя студентка, мы с ней готовились к решению этого бизнес-кейса, потому что задания были известны заранее. Она презентовала этот бизнес-кейс уже от своего имени. Студентам я чуть позже расскажу, никогда не помогаю решать, я их только направляю. И она завоевала тогда первое место от компании Ernst & Young, это все-анкетерская компания. Мне, как преподавателю, было приятно, что практически кейс, который был от профессионалов конкурса, профессионального конкурса, и студенты как бы показали хорошие результаты. Вот здесь ниже ссылочка. Это сейчас очень развивающаяся Олимпиада. Мы два года подряд со студентами пытались участвовать, но, честно признаюсь, я студентов не готовлю к этой Олимпиаде, я им просто рассказываю об этом портале. Это Олимпиада, я профессионал. Кто-то знаком с этой Олимпиадой? Вот эта Олимпиада касается уже всех направлений, и практически может затронуть любой вуз. Почему? Потому что здесь Олимпиада для студентов-бакалавриатов специалитета и магистратуры. Вообще-то новый образовательный формат. Задания здесь разрабатывают ведущие вузы и совместно именно с работодателями. То есть здесь порядка где-то, наверное, 300 компаний в этом году участвовали в разработке заданий. Причем, если вы зайдете на этот сайт, я его, не помню, сбросила, не сбросила, наверное, я вам сейчас его сброшу. Пройдите, я думаю, что будет интересно познакомиться. То есть эта Олимпиада сейчас уже прошел заочный этап, прошли зимние школы по вузам, которые закреплены, причем здесь разные направления закреплены за разными вузами. И вузы здесь участвуют как бы предварительно в конкурсе, то есть какое направление за ним закрепить и могут подавать туда заявки. Это вообще осенью было, и многие вузы, подав заявки, на такой конкурсной основе закрепились за определенными направлениями. Например, мое направление, финансы и кредит, закреплено за высшей школой экономики Москва. И задания разработаны. И кроме этого, здесь прямо есть кейсы на сайте, очень много информации, как подготовиться к этой Олимпиаде. Я думаю, что здесь будет интересно уже многим вузам, то есть как подготовить студентов. Даже есть ссылки на онлайн-курсы, какие онлайн-курсы пройти. Есть примерные задания прошлых лет, то есть очень интересный сайт. И он развивается. Если посмотреть, если вы загрузили Олимпиаду, здесь плохо видно, кто поддерживает Олимпиаду. Техническая поддержка – это Яндекс.ру осуществляет, то есть через сайт Яндекса. И здесь поддержка общероссийского объединения работодателей и госкорпорация «Росатом» в том числе. А также автономная некоммерческая организация возможностей России. Я думаю, что за этой Олимпиадой, ну как бы будущее, потому что очень такими хорошими темпами вовлекают и работодатели, и вузы ежегодно на таком серьезном уровне здесь проходят. И не просто так. Я говорю, мои студенты два года участвовали, я не готовила. То есть вот как бы просто наблюдаю за ними, потому что здесь единоличное участие, а в моем направлении, мне больше интересны проектные команды, именно команды, готовить команды. Я сейчас чуть позже расскажу об этом опыте. И мои студенты, ну честно признаюсь, то есть нужно готовиться. Они сами признали, что они не совсем хорошо подготовились. То есть вот второй год у меня студенты не прошли во второй тур, то есть они не попали в финал. Здесь в виде наличного участия. На что я делаю мнение, что нужно готовить, вот как я готовила к Евразийскому форуму, то есть индивидуально, но как бы сейчас технически, вот со временем здесь уже у преподавателей, я думаю, коллеги со мной согласятся, конечно, выбор переработать РПД или подготовить студента. Здесь уже как бы на личном примене. И давайте, вот здесь еще я представила еще одну ссылку, еще один тип конкурсов. Для меня это самый простой конкурс. И в зависимости от того, какую цель преследовать, то есть есть у нас, вы сейчас знаете, наверное, больше даже, чем я, различные интернет-порталы, сайты, коммерческие организации, некоммерческие организации, которые проводят различные конкурсы. Эти конкурсы проходят именно онлайн, в интернете. То есть вы отправляете чаще всего, вот схема такая, то есть заходит студент, регистрируется, прикрепляет свою работу, указывает, какое направление конкурса. Обычно на этих сайтах очень много направлений, по разным специальностям. И работа отправляется, ну вот то, что было раньше, да, то есть работа отправляется, студент не знает, как там подводятся итоги, хотя есть положение о конкурсе, есть потом вывешиваются победителей. Ну и чаще всего документы, наградные на таких сайтах, они являются платными. Это вот еще один вариант. Вот предыдущие два варианта, это конкурсы, которые бесплатные. Вот ссылки Яндекс.Олимпиады, то есть я профессионал на евразийском форуме. Ну вот евразийский форум, там единственное, что это проездные документы. Ну мы сейчас об этом поговорим, что есть еще и расходы другого плана, не просто оплата документов на участие в конкурсе, то есть подтверждающих документов. Ну вот сейчас, почему я эту ссылку привела, то есть сейчас вот один из таких сайтов, да, Олимпиад, он начал конкурсы развивать. То есть вот сейчас этот Олимпиада, объявленный HeadHunter, я прошла по ссылке, посмотрела, то есть они предлагают теперь не просто прикреплять какие-то конкурсные задания, а участвовать студентам онлайн и выполнять. То есть предлагается уже перечень заданий, ну по аналогии, допустим, как вот Олимпиада, там я профессионал, и тоже в разных областях. И там сроки тоже марта, то есть вот эти все Олимпиады, они сейчас действующие. Так, давайте вернемся к нашим вопросам. Вот все-таки, когда вы прошли, изучили разные типы конкурсов, и как принять решение, в каком конкурсе вы будете рекомендовать участвовать вашим студентам, или какой конкурс стал вам интересен. Вот уже по изучению разных типов Олимпиад вы отвечаете, ну прежде всего, на вопрос, какую цель вы преследуете. Ну, цели могут быть разными, да, например, вам просто нужна самая простая цель, вам нужно подтвердить, или у вас есть такой пункт в эффективном контракте, там научное руководство студентов, конкурсы, исследования. И вам просто нужно подтвердить каким-то сертификатом, дипломом и так далее. Ну, тогда вы выбираете примерно там вот по ссылке на предыдущем сайте тип первых, первый тип Олимпиад. Если, допустим, вы готовы конкурировать, вы хотите конкурировать, да, с лучшими студентами, вы готовы тратить свое время на подготовку студентов, вам не просто нужны там дипломы и благодарности, а вы хотите вообще попробовать, на каком уровне вы готовите ваших студентов, то, конечно, вам лучше выбрать конкурсы посложнее. Ну вот я, например, рекомендую конкурсы вот на следующий год теперь уже, да, сейчас, потому что кто не регистрировался, регистрировался, это уже идет, будет сейчас в марте, очный этап этой Олимпиады, я профессионал, потому что там она охватывает практически весь цикл дисциплин, которые есть в наших вузах. Мы чуть-чуть позже, на последних слайдах, мы поговорим еще о других движениях и Олимпиадах, которые есть у нас. То есть, для чего вам необходима эта Олимпиада? От этого будет зависеть выбор. Второе. Прежде чем зарегистрироваться, подать заявление, необходимо изучить положение о конкурсах, об Олимпиадах и ответить на второй вопрос. Готовы ли вы потратить те ресурсы, которые требуются? Это не всегда денежные ресурсы. Часто это просто временные ресурсы именно преподавателя, руководителя, студенческих команд, либо в индивидуальной подготовке, потому что студента нужно проконсультировать, ему нужно создать алгоритм, что делать студенту, какие ресурсы ему потребуются, то есть, где нужно подчеркнуть дополнительные сведения, потому что участие в Олимпиадах высокого уровня требует всегда подготовки. Не только со стороны студента, но я всегда говорю о том, что подготовка со стороны преподавателя, готов ли он конкурировать с другими преподавателями из других вузов, то есть, ну вот как бы такой вузов. И обязательно нужно посмотреть, еще кроме ресурсов времени, это различные материальные ресурсы, могут быть организационные взносы, из каких этапов состоит конкурс, столько ли это будет заочные этапы, либо если вы пройдете, то есть, если вы заявляете себя в конкурс, то есть, ваши студенты заявляют себя в конкурс под вашим руководством, я думаю, что всегда нужно быть решительным и надеяться на победу. Поэтому если несколько этапов в конкурсе, то всегда нужно думать, а что будет, если вы выиграете в этой Олимпиаде? Кто будет оплачивать проезд, проживание? Да, вот на момент, потому что чаще всего вузовские Олимпиады, они состоят из нескольких этапов, это заочный этап, там тестирование или выполнение заданий, и это очный этап, когда команды собираются на базе какого-то вуза, а это определенный город, ну вот, например, команда «Я профессионал», там она вообще собирается очные этапы по разным городам, по направлениям. Ну, допустим, те, кто выиграл по направлению финансов и кредит, это Москва, Высшая школа экономики, ну и так далее. Поэтому вот эти технические вопросы нужно всегда читать в положении о конкурсе, это заранее до того, как вы подаете заявку на этот конкурс, то есть кто несет вот эти организационные различные расходы по проезду, проживанию, приглашению, потому что есть, допустим, конкурсы, где организаторы могут оплачивать проезд, проживание. Но очень много конкурсов, когда, конечно, проезд и проживание ложится на плечи конкурсантов, то есть тех, кто принимает участие. Поэтому преподавателю нужно заранее с этим ознакомиться и примерно просчитать, во что может выйти участие в конкурсах и готово ли руководство ВУЗа оплачивать эти расходы. И сразу ставится как бы третий вопрос, то есть я как экономист сразу задаю, а стоят ли те расходы, которые я буду вкладывать, эффект от участия в этом конкурсе, то есть что мы получим. Ну, руководство ВУЗов чаще всего считает, что если оно будет оплачивать и какие-то ресурсы затрачивать, то должна быть победа студентов. И если вдруг не победили, конечно, здесь чисто психологические моменты иногда могут быть упреки со стороны руководства. Говорю, это в своем опыте, да, такое бывает. То есть, ну что ж, вы вот съездили, а никаких мест не завоевали. И не всегда руководство, ну как бы вообще оценивает уровень конкурса, что не всегда можно сразу надеяться на победу, тем более, если это первое такое участие, студенты с первого раза прошли в финал. Позже я расскажу на своем опыте, с какого раза мы проходили в различных конкурсах финальные, финальные. Поэтому здесь, как бы, вот отвечая на третий вопрос, нужно сразу оценивать, какой будет эффект. Ну, многие конкурсы сейчас, да и раньше предлагали не только, ну, как бы, такой просто дипломы, да, там первая, вторая степень и так далее. Ну, и за этими дипломами чаще всего скрывались призы. Это могли быть какие-то денежные призы. И сейчас очень много конкурсов с денежным вознаграждением, причем, ну, достаточно таким привычным вознаграждением. В некоторых конкурсах профессиональных, там, от работодателей, от 100, там, до 300 тысяч могут получить студенты. Если это целенаправленные конкурсы, гранты, ну, например, вот у меня студенты участвовали, когда-то мой студент Бакалавра участвовал в конкурсе форума Машук. У нас здесь на Кавказе этот форум, ежегодный форум. И грант за то, что он там разрабатывал бизнес-планы, создавал магазин, у него был, сейчас скажу, 500 тысяч рублей. И этот грант, в принципе, у нас потом по кафедре прошел как научно-исследовательская работа именно студентов. Поэтому здесь могут быть разные эффекты от участия. Поэтому лучше заранее это изучить, да, то есть и понять, что вы ожидаете вот от участия в этом конкурсе. То есть это еще у нас стадия до того момента, когда вы подадите заявку на участие в этом конкурсе. Иногда эффект, ну, не иногда, а чаще всего, да, для студентов. У студентов сейчас есть свои программы повышенных стипендий. Поэтому студенты, вот некоторые, те, которые учатся отлично, или те, которые уже поняли, что, допустим, могут помолить дисциплине, это их вообще профессиональное направление, и они хотят в этом развиваться. Ну, вот это самое главное для них мотивация. Плюс они могут подать свои, если, ну, дипломы победителей или даже сертификаты участников на попытку завоевать повышенную стипендию. Ну, и самое главное для студентов, если они участвуют именно в профессиональных конкурсах, то это создание уже своего, формирование своего профессионального портфолио. Почему? Потому что портфолио, оно должно быть подтверждено не просто дипломами, да, то есть о высшем образовании, но именно профессиональными компетенциями, а участие в конкурсах именно уже с участием работодателей, ну, как раз-таки дает такое подтверждение. Вот, как бы это чисто мои рекомендации с точки зрения практического выбора, в какой участвовать, в каком конкурсе или в какой олимпиаде участвовать. Ну, и дальше у нас следующий вопрос стоял в анонсе. Это какие конкурсы и олимпиады могут повысить профессиональные компетенции преподавателей и студентов. Вот здесь я хочу уже, как бы, рассказывать именно о своем опыте, то есть, как я ищу конкурсы, олимпиады, в каких конкурсах, вот под каким углом зрения я на них смотрю, чтобы развиваться самой и развивать своих студентов и показать студентам, что мы конкурентоспособны. Или, если мы не завоевываем там сразу, вот сходу, первые места, то, что мы понимаем, к чему нам нужно стремиться вот в этой профессиональной области. Поэтому здесь просто у меня вопрос к вам, да, у меня связь с аудиторией. Подскажите, пожалуйста, есть ли среди нас вот сегодня собравшихся коллеги, которые вот как-то могут связать профессиональные конкурсы со своими дисциплинами? И, если можно, название конкурсов, в которых участвовали? Есть ли вообще опыт участия в каких-то конкурсах? Не обязательно тех, которые я перечислила, конкурсов сейчас очень много, но именно вот с позиции того, что вы не просто общее направление, а именно вы пытаетесь найти конкурсы под ваши дисциплины. Ну, поставьте плюсики, если такой опыт есть, пожалуйста. Спасибо, Алена. Эльвира Оливна. Вот здорово. Профессионали прошли отборочные по экономике менеджмента, а мои студенты, вот мы не прошли. Я не совсем себя веду, потому что направление финансовый кредит более такое широкое, да, у меня дисциплины, сейчас я о них поговорю. Спасибо большое за то, что делитесь опытом. Отлично, Ален, поздравляю. Желаю победы в очном этапе. Да, финансовый кредит достаточно. Я просто смотрела по курсам онлайн, которые рекомендовали, там вот такое глобальное направление, корпоративных финансов, поэтому к нему надо готовиться, потому что достаточно сложно с первого так раза форсировать вот такую олимпиаду, потому что там кейсы придумывали не только преподаватели, но и работодатели вот по этим направлениям, поэтому, ну, как бы, я думаю, что студентам нужно готовиться. Да, у меня студенты тоже завалились на инвестициях, ну, вот, на следующий год уже, как бы, они говорят, что попробуем поучаствовать уже вот чуть-чуть подкованным. Ну, и спасибо за опыт. Я, как бы, ну, хочу чуть-чуть поделиться о своей практике, да, то есть в каких конкурсах мы участвовали, вы видите, годы я ничуть не скрываю, что мы в конкурсах участвовали несколько лет, вот в этом конкурсе русских инноваций. Очень жаль, что он сейчас не проводится уже, это как бы в прошлом. Ну, вот, как бы, такой был опыт, когда у нас был специалитет, то есть это еще до перехода на бакалавриат, я пыталась всегда рассматривать конкурсы, которые тесно связаны с моими дисциплинами. У меня прикладные дисциплины. Например, допустим, у меня в нагрузке в 2007 году была дисциплина инвестиционная стратегия предприятия. И мы со студентами, то есть это была двухсеместровая дисциплина, мы со студентами изучали полностью инвестиции, инвестиционную стратегию, разрабатывали инвестиционный проект, причем мы работали в программных продуктах, компании «Альтинвест» и «Проджект» и компании, так она на то время называлась, в программном продукте «Проджект и Эксперт». И вот для меня было интересно, а какую планку ставить студентам? Просто разработать финансовую модель проекта «Альтинвест» и «Проджект и Эксперт» – это, конечно, хорошо, это тоже достаточно с практической точки зрения сильно. Но мне всегда хотелось придать студентам больше уверенности. И всегда хочется, да, то есть у меня это желание всегда есть, то есть показать студентам, что они конкурентоспособны, не только на своем региональном рынке труда, но и что они могут спокойно поехать в Москву и там тоже найти себе работу. Вот как-то так. Хотя сейчас наше правительство, конечно, вот последние рекомендации министерствам, что нужно все-таки поддерживать региональные вузы, ну, наверное, все-таки бюджетные места увеличат в региональных вузах. Но тем не менее студентам вот как бы интересно в плане, конечно, зарплаты, да, своего развития все-таки у нас в Москве выше оплачивается. И то направление, которое у меня, финансовая аналитика, вот в региональных сложно найти. Экономистам, да, хорошо. А если, допустим, банковский аналитик, все, это только Москва в основном, ну, уже какие-то зарубежные компании. Ну, вот одним из таких конкурсов, который тогда попался, вот у меня, это был конкурс русских инноваций. Он был организован агентством «Эксперт-Рай» и журналом «Эксперт», и проходил очень много лет. Мы застали уже последние годы этого конкурса, то есть с 2013 года он перестал проходить. В этом конкурсе было два направления. Одно направление – это презентация бизнес-планов инноваторов, то есть тех предпринимателей, тех команд, технолей, чаще всего там мы встречали, которые хотят развивать свой инновационный проект. Там было огромное множество инновационных проектов. И в жюри, то есть эти предприниматели, защищали свои бизнес-планы перед экспертами, а в экспертов были представители венчурных фондов, представители бизнес-ангелы, ну, и эксперты по оценке эффективности инвестиционных проектов. То есть это было такое практическое направление, где реальные предприниматели пытались найти финансирование под свои проекты. И в этом конкурсе было такое студенческое направление, то есть инновационный бизнес-план, студенческий конкурс. Что делали студенты? Когда инноваторы, то есть реальные предприниматели, подавали свои документы на конкурс, то те бизнес-планы, которые были недоработаны, а если кто-то работает с техническими направлениями, они прекрасно знают, что очень сложно просто техническим, те, кто придумал идею, то есть технологическое предпринимательство, продвигать эту идею, то есть разработать бизнес-план, достаточно сложная задача, потому что очень много экономических расчетов изучения рынка. И поэтому студентам отдавали пулы бизнес-планов, которые были недоработаны, на доработку. Студенты в заучном этапе дорабатывали эти бизнес-планы, ну там они были распределены по командам, по пулам, они выбирали направления, разрабатывали бизнес-план, и по этому бизнес-плану делали презентацию, то есть отправляли на конкурс уже на жюри бизнес-план и презентацию. И вот здесь как бы мы в первый год участия, нет, не в первый, где-то мы во второй, наверное, год участия, в первый год мы заочно участвовали, мы не прошли в финал, во второй год участия я уже работала в жюри этого конкурса, и, ну как бы, опыт работы в жюри тоже очень много значит, но сразу опять-таки возвращаемся к вопросу, готовы ли мы тратить на это свое время, потому что это очень большое количество времени на подготовку, то есть на проверку этих бизнес-планов студенческих команд, ну это очень огромный опыт для меня, как для преподавателя, то есть я с другой стороны вообще посмотрела на инновации, на инновационные вообще проекты, они немного отличаются подходом просто к инвестиционному проекту, потому что есть свои особенности. И вот во второй год участия, мои две студенческие команды вышли в финал этого конкурса, ну как бы если размер конкурса взять, то, например, там было больше 100 команд, а мы попали, допустим, в 30 лучших, которые были приглашены в финал. Ну и вот случилось такое чудо, да, ВУЗ нам оплатил проезд, ну, мы будем уже по-бребности рассказывать, в общем, мы со студентами доехали до Москвы, защиты очные были в Политехническом музее, было бы очень интересно. И самое главное, вот, что мои студенты поверили в свои силы, что они, как, они из регионального ВУЗа могут попасть на такой финал, где столько практиков, столько команд. Конечно, было нелегко, были нюансы различные. Ну, например, моя одна команда, она прошла финал чудом, ну, на то время это было достаточно интересно, да, то есть они составили презентацию, то есть они не совсем тянули по знаниям, но они были такие, креативная такая команда, и проект они вывели себе креативный, и они сделали видео, вставили в видео презентацию в этот PowerPoint. И один из комментариев жюри был достаточно интересным, то есть, типа, вы взяли не мозгами, но вы показали нам себя, то есть мы хотим вас увидеть в Москве. Ну, что, ну, как бы, моя критика этой команде не помогла, то есть команда расслабилась, не всегда студентов можно хвалить, да. Ну, зато они получили по полной программе от жюри, от ничемных инвесторов и так далее, когда защищали свой проект. Ну, как бы потом они так согласились со мной, что, Николай, если бы мы вас послушали и подтянули свои знания до поездки, у нас было бы больше шансов. Ну, и вторая команда, ну, тогда они тоже запомнили вот эту презентацию, как бы перед этим большим жюри, перед венчурными инвесторами, когда практики рассмеялись им в лицо, тоже они там, ну, чуть-чуть ошиблись в расчете показателей эффективности, я им это подсказывала, говорю, уберите, давайте пересчитаем модель, тем более разрешалось рассчитывать в программных продуктах. Ну, студенты, есть студенты, у них свое мнение, говорят, да ладно, уже все, мы уже сделали, уже отправляем, нам некогда. Ну, и такой комментарий жюри тоже, как бы, вот мне запомнился на очень долго, и, как бы, в моей профессиональной деятельности я всегда дальше стала обращать внимание именно на эти показатели, то есть, когда внутренняя норма доходности у них там зашкаливала, ну, не знаю, свыше скольких-то процентов. Здесь я потом ссылку дам на проект, там в другом конкурсе еще участвовали. Таким образом, у студентов появляется такой практический опыт, практический опыт защиты, публичной защиты проекта, опыт работы в команде. Очень хороший опыт. Почему? Потому что, когда студенты выходят, они попадают на рабочие места, и там везде команды, да, и вот, как бы, здесь многие студенты сразу, вот, именно в обучении, они сразу чувствуют свои слабые стороны, и я стараюсь им, вот, как бы, рекомендовать, подтягивать. Ну, например, у меня были студенты, ну, давайте я сейчас дальше кратенько, вот у нас второй пример, да, конкурс фирмы «Альтинвест», он, как бы, продолжение нашего прошлого конкурса, то есть тоже касался разработки бизнес-планов, это тоже, допустим, работа с практиками. Ну, здесь был такой заочный конкурс, то есть мои студентки, две студентки, они доработали бизнес-план с разрешения предпринимателя, вот я еще вернусь к предыдущему опыту, я здесь, как бы, полученный опыт кратко описала, что у меня, ну, командная работа, да, и вот здесь я прописывала, что мы работали, или не прописываю, вот, с реальным предпринимателем, то есть этот бизнес-план, мы вынесли, как бы, его из предыдущего конкурса инновационных проектов, мы с этим реальным предпринимателем, мы с ТОПСИ по разработке вот солнечных плотских коллекторов, с его согласием, мы, как бы, этот бизнес-план разработали для него, дорабатывали его, мы подавали его на различные конкурсы, кроме русских инноваций, еще и на другие конкурсы, и на согласие отправили это в бизнес-план на конкурс фирмы «Альтинвест» в 2010 году, в номинации «Студенческий бизнес-план», и студенты, ну, вот, как бы, здесь уже весь опыт их учтенный, они завоевали третье место в этом конкурсе, ну, вот, на уровне России, я считаю, что это, ну, как бы, такой неплохой результат, то есть для студентов, и вот в учебном направлении, что еще, кроме того, что они свои профессиональные компетенции подтвердили, это было, как бы, то, что мы по результатам вот этого конкурса, эти две студентки, они попали ко мне, то есть я с ними дальше работала, и была их научным руководителем дипломных работ, это еще был специалитет 2010 год, и мы защищали комплексную дипломную работу, ну, которая сейчас, вот, в эти годы тоже стала актуальна, да, у нас, ну, допустим, там вот во многих вузах, в эффективных контрактах тоже появилась такая строчка, как защита комплексной дипломной работы, то есть, как, ну, здесь еще междисциплинарная комплексная сейчас работа, или проектная работа тоже очень приветствуется и в эффективных контрактах отражается, и, как бы, вот эту комплексную работу студенты защищали, ну, как бы, у каждого была своя дипломная работа, но мы разбили ее на части, да, то есть по защите именно по разработке бизнес-планов у нас была такая тематика, и работодатели, которые присутствовали в комиссии, они высоко тогда оценили работу студенток, то есть увидели их практический опыт, пригласили на работу, и, ну, еще один такой вот связанный с этим бизнес-планом, там студенты нечаянно, да, прорекламировали мой телефон, я не отследила, да, что они отразили меня как куратора, еще и телефон мы указали, ну, тоже реклама, как бы телефон у меня столько лет не менялся, и вот спустя, ну, я не знаю, наверное, лет пять мне звонили, не раз просили разработать бизнес-план, ну, то есть тоже какая-то оценка, как бы качеств, хотя бизнес-план вот этот в том виде, в каком он был, разрабатывала не я, разрабатывали студенты, ну, естественно, я перенаправила заказчиков на студентов, которые, ну, вот сейчас это уже профессиональные экономисты, не смогли они работать в банковской сфере, они ушли именно на предприятия, то есть работают экономистами на, ну, в компаниях. Так, и еще один из конкурсов, тоже пример, да, это чемпионат МГУ Гроус Драйвер 2016. К сожалению, этот конкурс сейчас не проводится экономическим факультетом МГУ, но у них появились другие конкурсы, у них появилась Олимпиада по финансовой грамотности, ну, я думаю, что еще другие конкурсы есть. Достаточно сложный конкурс, чтобы попасть в финал этого конкурса, я работала с тремя командами, да, то есть это по времени, это три года, чтобы подготовить студентов. В чем была сложность и отличие вот от конкурса русских инноваций, конкурсов бизнес-планов. Здесь тоже конкурс именно по корпоративным финансам. Но здесь требовалась работа с бизнес-планом и в проходном этапе требовалось разработать финансовую модель бизнес-плана без использования программных продуктов. То есть уровень студентов сразу, ну, вот уже как бы отбрасывался, да, то есть это разработка именно в Excel собственных финансовых моделей. Ну, соответственно, это моя работа, да, то есть я начала работать в этом направлении уже по своим дисциплинам. У меня на тот момент были дисциплины уже финансово-инвестиционный анализ, и вот в блоке инвестиционного анализа по инвестиционным проектам мне сейчас у меня именно вот стоит как бы вот благодаря этому конкурсу, да, я пришла к тому, что все-таки работодатели, потом мы изучали вакансии, требования работодателя, именно работа в Excel, разработка финансового моделирования очень сейчас большим спросом пользуются. Вот этот конкурс, ну, вот как бы дал нам. И на третий год у меня, ну, вот как бы сильная команда была, которая смогла разработать свои модельки в Excel, мы прошли в финал, ну, и уже, имея опыт всех конкурсов, да, составления презентаций, которые чаще всего, ну, как бы такой бонус может быть для вас, для меня там был, ну, несколько лет опыта, что когда мы подаем задания в заочном этапе, да, то есть чтобы пройти в очный этап, мы подаем обычно какой-то отчет, либо бизнес-план, ну, вот, либо выполнение задания, ну, чаще всего, если это по бизнес-планам, то это доработанный бизнес-план, и параллельно мы подаем презентацию. То, ну, чаще всего, если вы сделаете отличную презентацию и вот отследите все полностью по презентации, то шансы выиграть больше, даже если будут какие-то ошибки в ваших там финансовых расчетах в бизнес-плане. Почему? Ну, потому что, ну, жюри тоже люди, и просматривать бизнес-планы по 20-30, иногда и больше страниц, тоже не всегда возможно, вот так досконально, да, то есть, и там могут что-то пропустить. А вот презентация, которая там на 10 слайдов, ее проще оценить, увидеть сразу все недочеты и ошибки. И часто в конкурсах бывает так, что мы отправляем сначала там бизнес-план, а чуть позже презентацию. Ну, и каюсь, да, тоже, потому что я не всегда могла отследить, то есть студенты делают бизнес-план, я не всегда могу вот проверить, но физически не всегда реально, да, но, знаете, вы все в этой сфере работаете, что загрузка очень большая, кроме дисциплины еще и много другой работы и с программами, и с фосами, и, как бы, ну, вот, вообще общественная нагрузка. Поэтому не всегда, да, у меня получалось проверить именно сам бизнес-план, но вот в последний год, да, в 16-м году я очень много уделила внимания проверке презентации, и, ну, вот, как бы команду немножко, ну, скажем так, подгоняла, да, критиковала, критиковала, и они презентацию сделали, ну, достаточно на высоком уровне, и ее отправили. Прошли в финал, и они потом с этой презентацией, там было два, даже три этапа в этом конкурсе, причем МГУ на тот момент оплачивало проживание студентов и даже преподавателей, я тоже ездила и учна, присутствовала вот на защите наших студентов в этом конкурсе. Вот такой небольшой бонус за несколько лет работы, было очень приятно. И вот с этой презентацией они сначала защищались в малом жюри, то есть все команды, которые попали, а там тоже было больше ста команд, и они попали, ну, где-то 40, наверное, команд прошло в этот финал, и их разбили по разным комнатам, с разным составом жюри. И вот как бы мои девчонки, это было бы два человека, хотя в команде в целом было четыре человека. Это был опыт такой командной работы, и как раз у нас здесь было много подводных камней именно с командной работой вот в этом конкурсе. Почему? Потому что заявили лишь четыре человека, а работу мы реально осуществляли три человека, и вуз нам оплатил поездку только двух людей. И вот сразу как бы он подвел нас, что мы выиграть практически были нереально в этом конкурсе, потому что там было три этапа. Первый – это защита вот в этих малом жюри, причем девчонки вышли и обошли многие вузы, то есть в этом конкурсе. И попали в пятерку, вот я здесь пишу, что попали в пятерку лучших команд чемпионата, они попали в видеоролик данного чемпионата, потому что пятерку команд защищали. Но вот по баллам в конечный, то есть в призовой фонд они не попали. Почему? Потому что, ну, во-первых, у них, конечно, индивидуальный зачет был похуже, чем, допустим, у команды из МГУ, и, не помню, еще из какого-то региона на УВУ, за счет одна команда сильная была. И там, как бы, именно то, что не было четверых, баллы зачлись только двум, и, ну, сразу мы потеряли, как бы, ну, вот на два члена команды индивидуальный зачет, поэтому попасть там в тройку финалистов ужасно, ну, в принципе, было уже нереально. И плюс, как бы, девочек на большой защите, то есть они прошли в пятерку, и они, как бы, испугались, потому что, ну, вот, когда объявили, что они прошли в эту пятерку, им нужно было защищать второй раз, в этот же день, буквально там через час, перед большим жюри, а в большим жюри уже сидели, ну, как бы, более, скажем так, весомые члены жюри, ну, например, директор фирмы «Альтинвест» Дмитрий Рябых, который сейчас является еще и вице-президентом вот Российской ассоциации финансовых аналитиков. В этом конкурсе мы тоже участвовали, сейчас еще очень кратко о нем расскажу. То есть вот этот конкурс «Гроудрайвер» для меня был таким достаточно сложным с профессиональной точки зрения, что мне пришлось подтягивать свой уровень, скажем так, работы. То есть не все так просто, да, но вот я говорю, что отсюда я вынесла именно, что нужно студентам давать, как делать финансовые модели в Excel именно самостоятельно по месяцам проектам, не только в программных продуктах, потому что в программном продукте это чаще всего скрытая модель, то есть формулы прописаны, и если студент не сильно вникает, то программу в ГИЛ, там все данные программы рассчитала. А вот когда ты сам модель прописываешь, тебе нужно все эти формулы прописывать самостоятельно. Ну и как бы из таких вот, если играть по бизнес-плану в этом конкурсе, то здесь как бы один из комментариев жюри, что многие команды пропустили, моя команда в том числе, да, пропустили часть расходов в бизнес-плане, это транспортные расходы, а там был как бы бизнес-план молочного завода, нужно было бы доработать и сделать по нему финансовую-финансовую модель, ну и соответственно презентацию, и защитить как бы перед инвесторами. Ну и такой комментарий жюри, который обратил внимание, что не может завод окупаться как бы за один год, то есть вы что-то не учли в вашей модели, несмотря на то, что другие показатели, ну и один из членов жюри пошутил, что говорит, наверное, коровы у вас сами ходили давать молоко в цех, да, то есть не учли транспортные расходы. Ну то есть вот такой опыт и учного участия, и защиты студентов перед таким профессиональным жюри, то есть, ну как бы, скажем так, перед будущими работодателями, то есть очень большой опыт, и это дает именно вот эта командная проектная работа. И здесь же у нас выявилась, ну как бы, вот проблема в том, что студентка, которая вот, ну я же знаю, да, то есть она делала все эти модели, вторая студентка ей помогала с точки зрения там оформления, составления презентации и так далее, и когда вышли они на защиту, вот тот человек, который полностью занимался и знал все расчеты, вот растерялась полностью. И вот тоже как бы опыт и для меня, и для студентов, что студентам нужно готовить не только вот уровень там презентации, но и к именно публичным защитам и к неожиданным вопросам. Поэтому я думаю, что здесь вот такой опыт мы вынесли из этого конкурса. Ну и как бы, если отвечать на все другие вопросы, то есть которые я оставила в анонсе, я еще не потеряла связь, меня еще слышат, можно пару плюсиков, что я не сама с собой разговариваю. Вот как конкурсы могут помочь преподавателю узнать, спасибо, Анатолийна, как конкурсы могут помочь преподавателю узнать, что нового появилось в его профессиональной области. Ну, я думаю, что вот предыдущим как бы опытом, который я рассмотрела, я уже в принципе, ну, ответила на этот вопрос, ну, и как бы вот небольшую такую цитату, да, что я считаю, что не стыдно признаться, что ты чего-то не знаешь. Вот как, не просто как студент, а как преподаватель, да, что нужно стремиться повышать прежде всего свои знания. И уже знания студентов, ну, которые будут за тобой идти, уже как бы, ну, для меня это всегда было вторично. То есть для меня первично заразить студентов вот этим стремлением к знаниям, что не стыдно спросить, не стыдно признаться, что ты не знаешь. Стыдно, если ты не хочешь дальше развиваться. Ну, вот как бы я вот так отвечаю на этот вопрос. Так, и сейчас, секундочку. Как участвую в конкурсах и олимпиадах студенты прокачивают свои профессиональные компетенции? Ну, я думаю, что предыдущими тестами... Спасибо, что проверили ссылки, да, я старалась, чтобы они были активными. Я всегда пытаюсь, ну, как бы создать условия, да, чтобы студенты развивались сами. То есть во всех тех конкурсах, в которых участвуют студенты, я за них никогда не делаю никаких заданий. То есть я им даю ссылки, я их направляю, я могу проверить и подсказать, вот у кого поучиться, да, какой учебник почитать, какой курс посмотреть, на какой там кейс обратить внимание. Ну, вот, честно сказать, за все эти годы у меня не было такого конкурса, когда я делала что-то за студентов. Ну, вот как бы вот здесь отвечаю вот такой цитатой, да, что студенты должны сами прокачивать, именно укрепляя свои знания. Ну, и, допустим, по поводу прокачки, да, теперь вот еще один такой небольшой пример, но это для меня самый такой глобальный пример, в котором мы сейчас ждем результата. Мы в этом году, вы видите, да, 20-й год я указала. Мы участвуем в конкурсе ассоциаций СИФ, и это ассоциация профессиональных финансовых аналитиков, которые выдают в мире существует, ну, вот как бы, если кто-то не знаком, два международных сертификата. Первый сертификат – это MBA. Ну, я, наверное, думаю, вы знакомы, да, то есть MBA – это если экономист пытается найти себя, именно видеть себя в будущем, где-то в топ-менеджменте каких-то корпораций, особенно международных. И есть в мире еще один сертификат. Вот это ассоциация СИФ, это профессиональный финансовый аналитик на финансовых рынках. И вот когда у меня попало мне в нагрузку уже с бакалаврами, да, когда мы перешли на бакалавриат и магистратуру, то есть на двух уровня образования, у меня дисциплина финансово-инвестиционный анализ, то у меня всегда стоит вопрос, а где та планка, которую я могу поставить себе и своим студентам? И планка всегда у меня, скажем так, высокая. Ну, вот случайно я нашла вот этот конкурс, международную олимпиаду. Здесь ссылки есть, это на верхняя ссылка, это институт вообще в мире, да, то есть институт финансовых аналитиков. И вот эта ссылка, это на конкурс, ну, то есть на ассоциацию именно в России. Мы участвуем в этом конкурсе уже 5 лет. Этот конкурс, ну, вы понимаете, раз он международный, то есть мы работаем, больше тысячи вузов мира, ведущих экономических вузов мира участвуют в этом конкурсе. Заявлять себя вообще просто в этом конкурсе на студентов, то есть вот они получают вот такие сертификаты, тут у меня немножко, ну, как бы фото одних из сертификатов студентов, которые нам присылали. Просто участие в этом конкурсе уже ценится работодателем, именно теми работодателями, которые в свой штат берут именно финансовых аналитиков. Это могут быть банки, инвестиционные банки, не знаю, биржи, биржа, та же московская биржа. То есть они предпочитают брать студентов вот с наличием просто сертификатов участников, даже не победителей. Если там студент-победитель, это просто именно как бы научная, ну, такая вот как бы олимпиада исследования, а чтобы получить именно профессиональный сертификат ассоциации CFA и стать профессиональным финансовым аналитиком, там, ну, посмотрите, если пройдет один сайт института, нужно сдать три экзамена, то есть по уровням уровня 1, уровень 2, уровень 3, на английском языке эти экзамены сдаются, и достаточно дорогостоящие, то есть это удовольствие в кавычках стоит порядка 3000 долларов. Ну, это уже как бы вообще подтверждение, то есть вы сможете, пройдя эти экзамены, работать в любой компании мира, либо вообще профессиональным аналитиком и к вашему мнению будут прислушиваться. Поэтому этот конкурс полностью профессиональный. И требование этого конкурса – это подготовка вот этого профессионального отчета, инвестиционного аналитика, то есть нужно провести финансовый анализ и дать оценку компании, акции компании. Компании мы участвуем пока только, конечно, стремимся попасть в финал московский, а здесь, как бы, в московский финал может пройти только 6 команд. Ну, и, соответственно, пока у нас задача такая – попасть хотя бы в эту шестерку российских финалистов. Дальше те, кто побеждает в российском этапе, они защищают уже, едут защищать свой региональный, как бы, ну, вот, свою страну на уровне континента. И те, кто побеждает на уровне континента, они едут защищать уже свой континент на уровне мира. Так вот, ну, наша команда пока в шестерку финалистов не прошла. Достаточно сложный конкурс. И сложность этого конкурса для нас, да, для наших команд, вот в этом году, надеюсь, что у нас какой-то прорыв будет, это именно английский язык. То здесь жюри оценивает не только отчет с профессиональной точки зрения, а именно выступление команды, свободное владение английским языком и презентацию именно, вот, видеопрезентацию, кроме аналитического отчета, там, на 10 страниц на английском языке по определенным требованиям команда готовит видеопрезентацию на английском языке вот этого отчета. И уже именно по этой видеопрезентации жюри оценивает приглашать финал, вот, в эту шестерку финалистов проходит команда или нет. То есть, если отчет будет идеальным, а английский не идеальным, а у нас 4 года, ну, скажем так, 3 года у нас студенты, у нас студенты, они просто читали, я говорю, давайте вы хотя бы просто будете участвовать, ну, то есть, мы собирали команду. И они, ну, читали по бумажкам, да, то есть, на презентации, я говорю, не скрывайте, потому что, ну, смысл скрывать там с уфлюрами и так далее, потому что, ну, жюри все равно говорил уровень английского и так услышит ваш. Ну, вот в этом году меня удивили студенты, ну, скажем так, преподнесли такой подарок, то есть, они вообще без бумажек, они полностью на английском языке, без всяких там подсказок, запинаний и так далее, сделали презентацию. Ну, посмотрим, да, то есть, я сейчас, мы сейчас ждем результатов, они, я думаю, что к марту, где-то там, к концу февраля должны быть. Поэтому, что здесь мы вынесли для себя, какой бонус, посмотрите внимательно, что в этом конкурсе, ну, достаточно весомые, скажем так, спонсоры. То есть, мы работали, кроме того, что мы там изучали рынок, анализ и повышали свои требования, ну, профессиональные компетенции, нам была предоставлена работа с новостными терминалами, ну, вот один год нам Bloomberg предоставляли, и где-то 2-3 года мы работали с терминалом Thomson's Reuters, вот, ну, с ИКО, да, вот, от Thomson's Reuters. Ну, кто в этой теме, да, я думаю, что они знают, что стоимость обслуживания этого терминала могут позволить себе, ну, очень богатые вузы и очень богатые компании, потому что там, ну, порядка, порядка миллиона рублей в год стоит Thomson's Reuters со скидками, они там порядка, год и два назад предлагали порядка 700 тысяч в год. Ну, то есть, вот, ну, скажем, наш вуз, это не мог себе позволить, но мои студенты работали с этими терминалами, то есть, они себе в портфолио могут еще этот плюс поставить. Ну, и плюс, как бы, видеопрезентации на английском языке, дистанционная работа команд у нас здесь вот появилась, 5 лет мы работаем в, вот я здесь сделала небольшой скрин, да, то есть, мы работаем с ними в социальной сети ВКонтакте, создаем специально под эту команду, мы создаем группу, и все, весь опыт, все консультирование, ну, вот, вся наша работа этой команды у нас проходит через группу ВКонтакте. Ну, вот один тоже такой, какой опыт работы именно вот в этом конкурсе. То есть, я ссылками делюсь, я делюсь предыдущим опытом своих команд, мы смотрим на комментарии грейдеров, или членов жюри, да, то есть, с этого конкурса. То есть, достаточно, как бы, вот такой опыт. Ну, вот я попыталась ответить примерно, да, как бы на все вопросы, ну, я думаю, что вы уже сами можете сформировать, вот, роль преподавателя, ментора в успешной подготовке студентов к конкурсам. Я думаю, что, ну, вот, как бы, если говорить о роли преподавателя, то все-таки, наверное, это все-таки наставник, да, то есть наставник, ментор, ну, здесь, как бы, есть разные трактовки, что такое наставничество. Больше, как бы, сейчас в нашей стране, я вот вам... Так, сейчас, секундочку, простите, пожалуйста. Я привожу еще ссылки, да, что у нас все-таки в настоящее время развивается школа наставничества. Это больше такое техническое направление. И мы, если пройдете по вот этой ссылке, можно даже подать заявку себе, как преподавателя для работы в этой школе, ну, если вы там соответствуете критериям. То есть это про школу на обучение, проект на работу со школниками, студентами и технологическое предпринимательство. Ну, и также, если брать вот технологическое больше направление, да, то у нас развивается еще вот наставничество в направлении в УСКИНС России и в Казани в прошлом году, да, в 2019 году был мировой чемпионат. Вот, я думаю, что вы в курсе, да, проходил мировой чемпионат. Ну, вот, как бы, такие направления. Еще, что из таких последних, да, ну, вот, если в ответ на вопрос, как побеждать, ну, я думаю, что нужно побеждать прежде всего себя, свою лень, и работать над собой, преподавателю, и вот этим как бы мотивировать и заражать вот этим студентов, да, то есть, ну, самое главное, заниматься теми, чем ты живешь, то есть, своей профессиональной деятельностью, повышением своего профессионального роста. Я попыталась здесь вам, ну, самое ближайшее мероприятие вы посмотрите, да, вы уже, вот, у нас Галина Александровна говорит, что она проверила все ссылки, что все ссылки работают. Спасибо огромное. Коллеги, есть ли какие-то вопросы? Вот, вкратце, ну, я поделилась своим небольшим таким опытом. Я надеюсь, что он вам пригодится. Я, как бы, хотелось бы услышать, есть ли какие-то вопросы. Была ли полезна вам эта информация? Как подготовить психологически? Вы знаете, как бы, сложно, да, студенты чаще всего боятся. Я думаю, что психологически, ну, 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 как, наступить на свои страхи. И могу порекомендовать, да, книгу, на меня когда-то большое впечатление произвела эта книга, это книга предпринимателя, известная Ричарда Брэнсона. Ну, не совсем она, конечно, звучит чуть-чуть ругательно, да, но у него книга называется «К чёрту всё, берись и делай». Вот, ну, почитайте, психологически очень, как бы, переворачивает. Это я Алине такую рекомендацию даю. Как такую же рекомендацию даю своим, как бы, студентам. Я сейчас работаю несколько лет, да, на развивании управления при Акселератор. По технологическим проектам есть такой конкурс. Умник от Фонда поддержки предпринимательства. Умник же там есть потом дальнейшие программы. Старт, бизнес-старт. Как заинтересовать студентов в Олимпиаде? Спасибо за вопрос, Евгений Сергеевич. Ну, знаете, как бы, вот, самый такой сейчас сложный вопрос студентов сейчас, ну, по крайней мере, у меня те студенты, которые были, всё сложнее их заинтересовать. Ну, каюсь, заинтересую даже плюшками. Допустим, если у вас есть рейтинговая система оценки, ну, обещаем бонусы, обещаю поддержку по своей дисциплине. То есть, если они пройдут, у меня же дисциплина финансово-инсельный анализ, и если вот они, допустим, там, просто проходят все этапы именно участия, чтобы получение сертификата, естественно, у меня плюшки, ну, как бы, поддерживая по своей дисциплине, обещаю им бонусы, поддержку, плюс, ну, я, например, заинтересована тем, что они уже, ну, как бы, пойдут, не то что в конкурсы, у меня будет большая плюшка от кафедры в поддержке их магистратуры, потому что у нас, ну, допустим, на кафедре, где я работала, была олимпиада, ну, то есть, были разные олимпиады проводились, и, ну, вот, как бы, вот к этим студентам, которые у меня участвовали, к ним, на них обращали внимание при поступлении в магистратуру по магистрской программе двойных дипломов, потому что там нужны были студенты, которые знают английский, потому что на второй год магистратуры они ехали, ну, вот ездят в университет Лас-Апиенса, и второй год магистратуры обучаются там, английский язык просто необходим. Поддержка вуза, ну, здесь будет, как бы, зависеть, все-таки, от настроя, настрой, настроя, ну, не знаю, вашего руководства, да, то есть, какие все-таки там плюшки. Материальная заинтересованность, ну, здесь, как бы, материальная заинтересованность студентов – это повышенная стипендия, потому что часто я говорю, что мне, например, в эффективные контракты там, ну, очень-очень редко что-то там вот капало, да, там, за счет участия в этих конкурсах. Это больше чисто, ну, скажем так, альтуризм, да, вот, ну, со стороны преподавателя. А вот студентам, ну, чаще капало, да, в их, именно, в повышенные стипендии, вот то, что они участвовали там в каких-то таких вот конкурсах. Поэтому, ну, здесь я думаю, что все-таки нужно, опять-таки, вернуться к тем вопросам, а нужно ли вам участие в этих конкурсах, зачем оно вам нужно, и уже потом сначала смотивировать себя, а потом попробовать смотивировать студентов. Ну, как-то так, вот такой рецепт. Есть еще вопросы, коллеги? Спасибо вам огромное за внимание. Готовы ответить на вопросы, если есть? Спасибо огромное. Так, ну, если вопросов нет, коллеги, огромное спасибо за участие в вебинаре. Мне было очень приятно с вами пообщаться, хотя бы с той стороны экрана, это у меня первый опыт. Спасибо за поддержку. Всем успешного развития, успешных проектов, успешных конкурсов, талантливых студентов. Спасибо огромное, благодарю за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.